Коллега, журналист Роман Цымбалюк присоединяется к нашему эфиру. Ром, привет. Добрый день. Привет. Ром, сейчас любая информация, которая поступает из-за поребрика, должна проходить качественную проверку. Знаешь, для того, чтобы дезинформацию не выдавать в эфир. Поэтому тебе что известно? Что за история с бегством Собчак? Что за история с ее преследованием? Ну, во-первых, никакого преследования нет. Нет никакого дела против нее. Против нее не выдвинутые обвинения. Поэтому у Ксюши, как всегда, как было все, так и будет хорошо. То, что она решила переехать на некоторое время в другую страну, ну, это нормально, потому что в российском государстве с поднятием железного задвеса многие хотят пожить где-то вдали от родины. Ну, просто Ксения Анатольевна это такой человек, который вообще-то такой обученный оппозиционер Владимира Путина. В свое время она сыграла колоссальную роль для того, чтобы минимизировать российский протест в Москве. Вместо того, чтобы люди могли голосовать за того же Навального, Кремль подумал и сказал, и сказал, что Ксения Собчак будет представителем либерального лагеря. У нее даже такая программа была. Мы против все, мы против войны, мы против... В общем, мы против всего плохого, за все хорошее. Набрала она, кажется, тогда порядка одного процента. Но факт остается фактом, что у нее не было и нет никаких проблем с российским государством, потому что она не является оппозиционером. Она работает в Кремлевской команде. Но, возможно, в сегодняшних реалиях она просто не принадлежит к ультрафашистской партии. Это вот тоже интересно. То есть российский фашизм и нацелем, он имеет некоторые оттенки. И в своей массе, ну, то есть ее не назовешь человеком, который требовал убийства украинцев, продолжения войны, но, видите, вполне возможно, что ультрафашистская партия в Кремле будет набирать сил и приведет это к тому, что даже вот такие лица, как Собчак, будут уже недостаточно правильными и, соответственно, могут быть как-то рекомендовано им покинуть родину. А может быть, таким образом Собчак начала подготовку к новой кампании, ну, точнее, Кремль начал готовить Собчак к новой кампании, как когда-то в выборах ее использовали, так могут использовать и, например, на выборах президента 2024 года в виде такого, ну, в кавычках, альтернативного кандидата, который, опять же, будет создавать видимость хоть какой-то демократии. Ребят, тут слишком надо много кавычек поставить. И, в кавычках, надо взять слово «выборы», кандидат от оппозиции тоже надо взять в кавычки. Это все по-нарошкому, все не по-настоящему. То есть, на самом-то деле, в России нет избирательного процесса, как это принято понимать в Украине или в других странах. Потому что все знают, что в результате кремлевских выборов выберут Путина, и «Единая Россия» набрала бы и 6 пятых голосов избирателей. Ну, просто законы математики даже действуют и на территории России. Поэтому, если Кремль захочет поиграть в эту игру, это вполне возможно. Но думать, что сейчас в этом есть необходимость, наверное, нет. Потому что все протестное движение, оно уничтожено за это время. Ром, скажи, пожалуйста, а как сегодня воспринимается Собчак в России, если тебе известно? Ну, то есть ее кто-то представителем либеральных сил воспринимает? Нет, ну, как раз вот это вот интересно, что она использовалась с Кремлем для того, чтобы добить вот эти вот последние либеральные тенденции, для того, чтобы добить вот эту вот так называемую оппозицию, которую они называли несистемной. Это тоже такой кремлевский новоезд. Есть системная оппозиция, там Жириновский покойный и в будущем покойный Цюганов. А есть несистемная. Те вот, которые якобы не согласованы с Кремлем или еще что-то. Но мы видим, что вот эта вот так называемая несистемная оппозиция, у них три варианта. Или они сейчас уже в могилах, или за границей, или в тюрьме. И все просто. Ну, еще раз, Собчак, она к этому лагерю не относится, я никогда не относилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok